Он не то чтобы не лечится, он предпочитает не болеть, да и на спасение утопающих политиков смотрится своей колокольня. Прямую и предельно откровенную речь Владимира Путина 3 часа и еще 40 минут слушала даже не вся страна, весь мир. Путин успел ответить на без малого 80 вопросов. Кстати, в этом году именно ради живого общения с президентом число виртуальных включений решили немного сократить. Зато вот интернет пережил настоящий бум. Интерес к новостям с хэштегами «прямая линия с главой государства» в часы «Х» вырос почти на четверть. Но в общей сложности россияне прислали больше двух миллионов разных вопросов. А на какие же ответил Путин, расскажет Кирилл Альков. Конечно же нервничали те, кто находился в студии, учитывая, что им предоставилась такая возможность задать вопрос российскому лидеру. Не все публичные люди, люди простых профессий, приехали из разных регионов. И понятно, что у некоторых небольшое было такое треволнение в голосе, естественно, учитывая, что обращались они с конкретными просьбами. Возвращаясь к содержательной части, действительно, я начал с того, что Владимир Путин на этот раз начал свою прямую линию не сидя, как это было ранее, и с ветерами чего мы были, а стоя, ответил на первое видеообращение, звонок из Омска. После этого, конечно же, очень много было вопросов экономического блока, безусловно, рост цен. И уже в очередной раз спрашивали сегодня российского лидера о том, какая все-таки сейчас полоса в российской экономике, белая или черная. Этот вопрос стал фигурировать, задается уже на моей памяти в третий раз после одной из итоговой пресс-конференции Владимира Путина. И в очередной раз этот вопрос, и теперь уже новый оригинальный ответ от Владимира Путина, он назвал сегодняшнюю ситуацию. Находится российская экономика серой, полосой обоснованной тем, что, несмотря на падение ВВП, золотовалютных резервов еще хватает, а рост в сельском хозяйстве обеспечен за счет программы по импертозамещению. Серая. И скажу почему. Потому что ситуация, она еще не исправилась, но все-таки тренд положительный. Вот смотрите, я уже сказал, что у нас спад ВВП был 3,7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже только 0,3%. А в следующем году ожидается рост 1,4%. Еще одна, конечно же, острая и социально значимая тема – цены на лекарства. В первую очередь, цены на лекарства отечественных товаропроизводителей, которые вроде бы должны быть на определенном уровне, учитывая конкуренцию из-за рубежа. Однако сегодня фармацевты предлагали в первую очередь отменить заморозку цен на лекарства жизненной необходимости, в первую очередь для того, чтобы они тоже были конкурентными на рынке, учитывая, что, конечно, себе в убыток никто работать не хочет. И вот через призму этого вопроса был уже вопрос лично адресованный к Владимиру Путину – а какими лекарствами лечится он? Он ответил, что эта цитата лечится тем, что дают, но заметил, что ценовая категория не отличается повышенной стоимостью. Какими лекарствами лечит президента – импортными или отечественными? Ну, я стараюсь до этого не доводить. Я стараюсь спортом заниматься, вести здоровый образ жизни. Но… А все-таки, если приходится? Если приходится, вот простуды бывают. Я стараюсь делать что-то вроде прививок в своевременно, перед гриппозным периодом. Но то, что дают, то и принимают. Ноу-хау прямой линии вот этой, на моей памяти такого раньше не было, это целый блиц, большое количество вопросов, адресованных от детей. Тут действительно, с одной стороны, конечно же, вопросы наивные, ну и такого детского характера, с другой стороны, с политическим послевкусием, имеющим, конечно же, определенную политическую подоплеку. Но это как раз тот случай, когда детям вроде бы простительно, а подумать об этом придется. И вот в очередной раз Владимир Путин, в прошлый раз его спрашивали о том, спас бы ли он Барака Обаму. Сегодня его вообще поставили перед выбором. Спас ли он, если бы тонули президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Эрдоган. И кого первыми, и спасли бы их российский лидер вообще? В прошлом году вы сказали, что спасли бы тонущего Обаму. Но если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым? Варя Кузнецова, 12 лет. Варя, ты ставишь меня в трудное положение. Даже не знаю, что сказать. Ну вот, пожалуй, так. Значит, если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно. Но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому нашему партнеру. Конечно же, по традиции уже, наверное, особую, ну такую актуальность, не в плане какого-то социально-экономического блока, а в плане, наверное, житейского интереса вызывает, безусловно, личная жизнь президента. Сегодня его спрашивали о многом. И о том, какой бы он экзамен выбрал, ЕГЭ или устный экзамен, Владимир Путин честно ответил, что выбрал бы устный экзамен. Спрашивали его о том же, если бы поймали бы золотую рыбку и могли бы загадать три желания. Цитата Владимира Путина, не стоит уповать на сказочных героев, лучше работать, засучив рукава. Ну и также спрашивали о том, заставляли ли его что-то делать в детстве, чтобы он не хотел против его воли. Наверное, этот ответ один из самых интересных. Вот так вот я жил, что меня не заставляли делать то, чего я не хочу. Что касается каши, то я их с удовольствием ем каждый день, полтора. А вот здесь как раз добавление. Поменялось ли отношение к кашам с возрастом? Поменялось. В лучшую сторону. Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу. Конечно же, не обойтись и без вопросов, адресованных личной жизнью российского лидера. Сегодня он рассказал о том, что и он, и его бывшая супруга предельно счастливы. Он говорил о том, что, возможно, этот вопрос не имеет особую актуальность и уж никак не влияет на экономические процессы, пошутил российский лидер. И тем не менее, понимал, почему это все-таки вызывает такой повышенный интерес со стороны масс-медиа, ну и тех, кто находился в зале. Мы с Людмей Александровной иногда видимся, не часто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения. Может быть, лучше, чем были раньше даже. Но, да, и знаю, что у нее все в порядке. Что там в газетах пишут, это отдельная тема, но она своей жизнью довольна. Все хорошо. Я тоже доволен. У меня тоже все хорошо. Нужно ли вот как на первый план выдвигать вопросы, которые вы сейчас затронули? Я, честно говоря, не знаю, как бы это ни повлияло на курсовую разницу или на цену на нефть. Из моих уже личных наблюдений, наверное, мне показалось, что сегодня российский лидер был даже более откровенным, чем в прошлом году. Но посмотрим, что, конечно же, скажут другие участники прямой линии. Но, на мой взгляд, это была такая действительно правдивая история с реальными ответами на вопросы. Кирилл Ольков, Александр Лихачев, Александр Юношев и Павел Баранов. Лайф. Кирилл Баранов. Я неặю вас.